Не только машины парковать, но и защищать людей. Подземные парковки могут стать укрытием в случае чрезвычайных происшествий. Что заготовлено, проверили специалисты главного управления МЧС, оценили сооружения Первомайского района. Мои коллеги присоединились. Обыкновенная парковка. В рабочее время она пустует. Заняты лишь четыре машины места. Но именно подземные сооружения в случае ЧП будет выполнять роль бомбоубежища или укрытия. При получении сигнала опасности сюда смогут спуститься около тысячи человек. Для всех предусмотрены скамейки. На случай отключения электричества запасены фонари. Если кто-то нуждается в первопомощи, то в укрытии лежат аптечки. В данном случае это у нас заглубленное помещение подземного пространства. Оно предназначено для укрытия населения. Близлежащих донок, которые здесь вот находятся рядом. Пусть и в каждой школе есть специальные защитные сооружения. Порядок там обеспечивает звено закрепленных сотрудников. Медработник готов оказать первую помощь. Электрик следит за постоянной подачей света. А сантехник за работой канализационных систем. В первую очередь сюда прибывает звено, которое было вам на входе показано. Это звено убежищ укрытий, которое приступает к подготовке и приведению готовности данного укрытия. В каждом укрытии несколько одеял. Предусмотрена электрическая печь. Есть запас воды. Для поддержания чистоты в помещении стоят несколько бутылок с хлоркой. Перед выходом на поверхность проверить радиационный фон поможет счетчик Гейгера. Защитное сооружение обмещает в себе порядка 150 человек. На каждого в среднем приходится по 2 литра питьевой воды. Общее время нахождения в убежище 12 часов. В условиях военного положения эвакуация людей из города может занять много времени. Автомобили с гражданскими станут легкой мишенью для нападения. Поэтому в случае опасности укрытием будет считаться как подвал дома, так и подземная парковка. Иван Деревянченко, Константин Менин. Новости ОТС.